А знаете ли вы, дорогие друзья, что в нашем городе, на улице Солнечной, есть музей Великой Отечественной войны? Да такой, какого нет даже в городах миллионников, как минимум Приволжского федерального округа. О том, как все начиналось, какие экспонаты музея являются редкими, мы разговариваем с его организатором и руководителем Алексеем Викторовичем Морозовым. На самом деле, когда я начал заниматься коллекционером, я даже не думал, если честно, да, коллекция начала пополняться, и она, собственно, стала занимать достаточно места дома. Вот. В один прекрасный день я пришел в наш городской музей, посмотрел и увидел, что все-таки достаточно так, как бы, бедновато. И мне как-то стало не по себе в тот момент. Вот. Я помнил музей, который я ходил в детстве еще, и он был совершенно другой там, ну, на военную тему были интересные экспонаты и все. Вот. И тогда, собственно, я начал прорабатывать вот этот вопрос, как можно было или куда, или как, каким-то образом. Вот. И к тому времени у нас, как говорят, было, не было бы счастья, да несчастье помогло, ушли арендаторы вот из этого помещения и не нашли никого другого. Вот. И я подумал, что, наверное, возможно. Поговорил со своими компаньонами, они мне не отказали. Ну, собственно говоря, на этом стал строить вот этот музей, собственно. Ну, начиналось все, на самом деле, со значков, с каких-то, с каких-то небольших там предметов, потом потихоньку стало перерастать, там, форма, там, ММГ, там, какие-то вот, да. Ну, в принципе, какие-то мелочи. Всегда же начинается с мелочей, а потом потихоньку затягивает, вот, награды какие-то, там, еще что-то. Вот. Начиналось все, собственно говоря, с этого. Сейчас, конечно, намного тяжелее. Во-первых, их уже нет в таком количестве, как это было раньше. Во-вторых, раньше было проще, например, очень много американцев вывезли. Эти хапуги, они же наворовали. Вот. И поэтому очень много было в продаже именно в Америке. Раньше было попроще с посылками оттуда, раньше было попроще, как бы, ну, и, понятно, с финансами. Вот. И очень много из фанатов таких вот мелких, опять же, форма, там, значки какие-то еще, то, что можно было перевозить почтой. Вот. Оно пополняло именно оттуда. У меня там был знакомый, который, коллекционер, который тоже был заниматься. Интересован. Вот. И он там находил, присылал мне на согласование. Копили там и складывали там какие-то посылки, отправляли таким вот образом. Вот видите автомобиль, вот интересно. Вот вам, пожалуйста, экспонат. Экспонат был найден под Москвой. Реально погибший автомобиль, Виллис, который поставлялся нам по Лен-Лизу. Вот в таком состоянии он был найден под Москвой. Очистили, законсервировали мы его, да, там, кто-то его берет под восстановление. Я решил для себя, что я его восстанавливать не буду, а вот именно в таком виде оставлю, чтобы люди понимали и смотрели, как он есть. То есть москвичи, конечно, сделали, как они мне сказали, ошибку. В тот момент им хотелось денег, они его продали. Теперь они меня выпрашивают обратно. Я сказал, не отдам. В жизни не отдам, да. И вот как бы так получилось, что вот вещь, ну, прямо вот, можно сказать, из окопов. Это у нас ГАЗ-АА, вот там потом его увидим. Это грузовая, ну, наша там знаменитая полуторка, которая помогала фронту, помогала нашим военным, вот, работала. У нас есть ГАЗ-ММ, который немножко раньше, мы уже показывали зрителям, да, тот, который 42-го года, и тот, который именно прошел войну, это уже выпускался в войну. Это довоенный экземпляр, вот именно тот заводской довоенный экземпляр 1939 года, вот, он прошел восстановление, ну, и вот только-только в декабре прибыл к нам в экспозицию. Мы даже не стали его пока ставить в автомобильный музей, он пока стоит здесь, вот, потому что, ну, там, правда, кое-что надо немножко дотелаться. Вот, довести дома. И у нас проект, еще два проекта по военной тематике осталось. Один, это, ну, даже не по военной, а он больше по гражданской, наверное. Один по военной, я пока не буду пережать события говорить, который уже тоже длится более шести лет, хотя экспонат должен был в течение года вернуться. Вот, и ГАЗ-А, он уже был у нас, многие его видели, но он в таком был состоянии, что, ну, отдали в ресторан, реставрацию. К сожалению, реставратора Тиана должны были тоже год назад уже отдать, вот, это вот то, что будет еще впереди. Ну, часть мы восстанавливаем сами у себя в гараже, то, что мы можем, то, что мы не можем сами делать, мы отдаем, что-то, как сказать, смежникам, это есть ребята там в Москве, в Казани, ну, ездим по выставкам, знакомимся с людьми, все, и узнаем, кто чем занимается, отдаем профессионалам, вот, какие-то вещи. Часть вещей, которые мы можем делать, мы делаем сами. Есть форумы, военно-исторические форумы, форумы, на которых мы тоже с людьми общаемся, которые предлагают, там, кто-то форумы изготавливает, кто-то, там, шьет, кто-то, ну, все, что угодно. Но предметы здесь подлинные на 95%, поэтому такие вещи, там, покупаются или приходят из семьи, там, какой-то и откуда-то, вот. А то, что, вот, там, делается новое, новодельное, ну, это все-таки больше для реконструкции используется, вот. Ну, окроме, конечно, автомобилей, это, их не найти, по-другому не сделать. Есть копия автомата Федорова, а почему? Потому что оригинал, ну, не то, чтобы даже не купить, даже не из-за денег, а потому что их нет. Хотя многие считают, что, там, первый автомат, там, придумал какой-то ж мастер, там, из какой-то Германии, ничего подобного. Первый автомат придумал русский генерал Федоров в 16-м году, вот. И мне удалось найти мастера, который сделал мне копию этого автомата, очень приличную копию, которую, как бы, там, многие даже смотрят, не определяют. Купить его невозможно. Есть такой оригинал в музее Падзикова, я просто знаю, за сколько они его выкупили в Финляндии. Их было выпущено всего 5,5 тысяч штук. Единственное, почему он во Второй мировой войне не участвовал, автомат был признан очень оригинальным и очень интересным оружием. Он делался изначально в 16-м году под японский патрон Арисака. И поэтому, ну, понятно, что на момент Второй мировой войны у нас не было этих патронов, и мы не смогли. А наш патрон, который Мосинский, он был великоват для автомата. Это уже потом, после войны, там, когда сделали укороченный патрон, сделали автомат. Потому что правильно те автоматы ППШ и это, это все-таки пистолет-пулемет называть. А именно вот автомат или автоматическая винтовка, вернее, винтовка автоматическая СВТ, а вот именно в классическом нашем понимании автомат, это вот автомат Федорова. Ну, контактируем мы со многими музеями, реставраторами. Вот сейчас собираемся на выставку поехать, нас пригласили в Санкт-Петербург. Вот. И, собственно, равняться надо на музей, например, того же Вадима Задорожного, на музей Падикова, который, ну, просто сумасшедший в плане того, что коллекции... Я уже говорил про Падикова, именно коллекции редких вещей военных, которые посмотреть. Но на меня очень сильное впечатление произвел в прошлом году музей Ленрезерв, в который попасть достаточно тяжело, потому что открыт для свободного доступа он только два раза в году, это на 9 мая и на День освобождения Ленинграда. Нам, как участникам выставки, было сделано привилегии, мы ходили, конечно, впечатление обалденное. Вот на такие музеи надо, как бы, равняться на них и идти к тому, что, как бы, как музеи должны выглядеть. Я скажу, конечно, не особо, вернее, не хвалясь, но, в принципе, такого музея, как нас, наш, нету даже ни в Нижнем Новгороде, ни в Казани, скажем там, это вот из таких больших городов, да, вот. Ну, я во многих музеях был, конечно, вот по наполнению наш музей, конечно, такой очень интересный, вот, и своеобразный. Жалко, что у нас посетителей маловато. Обратите внимание, Алексей Викторович рассказывает о подлинных и поистине уникальных экспонатах спокойно, без всякого пафоса. И вот от этого еще больше проникаешься уважением к его подвижничеству. Ведь многие говорят о необходимости патриотического воспитания молодежи. Но вот тут и оно, что только говорят, а он делает. Очень неприятно, когда там говорят плохо о ветеранах, там, когда какие-то затыкают, когда срывают ленточки, там, и все прочее. Мне очень неприятно, вот. Поэтому я вот с удовольствием донес бы для молодежи вот это все и показал, и рассказал бы с удовольствием, значит, что было на самом деле. И особенно бесит эти фейки, когда пишут там и преподносят, как их, как последнюю истину. Сразу после войны многие вещи же скрывали, а теперь нам эти вещи, которые очевидные были, вроде бы очевидные были тогда, нашей молодежи преподносят оттуда так, как им нравится. В заключение остается сказать, если какие-то учебные заведения или иные коллективы еще не приходили сюда на экскурсию, на улицу Солнечную, приходите. В музеи будут рады вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин